Продолжение следует... Мы сегодня будем вам все это показывать, рассказывать. Очень много интересного будет. Будьте с нами вместе, не отходите от нас и слушайте нас. И тем более, сегодня у нас в гостях будет тот человек, эксперт, настоящая звезда кип-бокска и ММА Сергей Харитонов. Да, Сергей Харитонов большой друг нашего клуба. Ну, а я, пользуясь случаем, расскажу о нашем клубе. Клуб смешанных единоборств рот. Мы находимся в городе Москва, улица Летниковская, дом 6А, станция метро Павелецкая. Клуб у нас с хорошей, доброй историей. Нам уже 7 лет. Здесь непосредственно Павелецкой мы уже пятый год находимся. Все у нас есть, все у нас получается. Нам что только не хватает, нам не хватает постоянно новых и новых членов клуба. Приходите к нам, рассматривайте наш клуб как возможное место тренировок для себя. Ну, а мы поделимся своими знаниями, опытами и навыками. Да, очень хороший тренерский состав данного клуба. Мы вчера об этом говорили. Практически с каждым тренером мы побеседовали, пообщались. И вы все это прекрасно видели. А те, кто пропустил вчерашнюю трансляцию, сегодня можете внимательно наблюдать. Сегодня также будем общаться с тренерским составом, посмотрим тренировки по кроссфиту и по тайскому боксу. Посмотрим первый состав сборной команды клуба Рот. И также увидим новичков, которые тренируются, которые ребята занимаются для себя, а некоторые хотят все-таки достигнуть больших высот. Ну что, начнем потихонечку. Двигаться. Да. Я прежде чем двинуться, хотел вот что сказать. Помогает нам в праве организации данной трансляции. Друзья нашего клуба, организация фитнес-дивижн, специалисты, тренеры этой организации сегодня находятся здесь. Привезли еще более новое, еще более современное кроссфит-оборудование. Продемонстрируют его практики. Ну, а мы сравним с тем, что есть у нас и что, может быть, мы возьмем на вооружение себе. Так, ну что, там народ потихоньку собирается. Да, но самое интересное, что кроссфит в данный момент – это очень важная составная, оставляющая часть для любого вида спорта. И для тайского бокса, и для ММА, и для борьбы. Это очень интересное зрелище, это для тех людей, которые хотят поправить свое здоровье. Сегодня мы все будем наблюдать, нам ребята будут все рассказывать, показывать. Это новый вид спорта, очень популярный вид спорта. Я думаю, все популярнее и популярнее он будет со временем. Но посмотрим, заходим в зал и посмотрим, что у нас тут. Сегодня тренировка по кроссфиту. Так, тренировка на самом деле начнется в 19.00. Да, ну, вот в зал, ребята готовятся уже. А мы можем пока позже в случае представить тренера нашего клуба, кто рассмотрел вчера наши трансляции, Павел Исаев, подходи ближе сюда, совмещает у нас, он тут несколько, возглавляет ведение единоборств. Бразильское джиу-джитсу было вчера, вчера был грэплинг, а сегодня под его началом кроссфит. Павел много вчера рассказывал нам о грэплинге, очень интересные вещи, показывали ребята, тренировались. Это была настоящая тренировка, не показная тренировка. Так все проходит здесь ежедневно, приходите, занимайтесь. Я думаю, Павел очень многому может научить. И сегодня мы будем с Павелом беседовать. И Павел нам немного расскажет вообще о кроссфите, о данном виде спорта, который набирает популярность в нашей стране. Павел, расскажи вообще, что такое кроссфит, как он появился у нас? Кроссфит – это система функциональной подготовки спортсмена. В принципе, это спорт, который вызывает в человека общее качество для физической подготовки. Поэтому он очень подходит для единоборств. То есть, занимаясь кроссфитом, вы готовы к разной нагрузке. В кроссфите нет одинаковых тренировок. То есть, каждая тренировка – это разная программа. Поэтому невозможно, ну, практически невозможно подготовиться и привыкнуть к этим тренировкам. Она всегда новая, это всегда новая нагрузка. Именно то, что мы встречаем в смешанных единоборствах. Павел, а скажи, я слышал, уже проходят соревнования по кроссфиту. Есть чемпионат, международные турниры, да? Что это такое? Ну, да, сейчас существует тут чемпионат России по кроссфиту. Туда для начала нужно пройти отбор. То есть, дается какое-то задание. По этому заданию выявляются лидеры. И 30 сильнейших лидеров. То есть, это может быть абсолютно любой человек. Он может просто не заниматься и решить выступить в кроссфите. Может быть, у него там какие-то раскройные способности, да? Что он победит и он может вот так вот с нуля поучаствовать, например, в чемпионате России. То есть, это может абсолютно из любой глубинки человек вот так поучаствовать. А с какого возраста вообще можно и рекомендуется заниматься начинанием кроссфитом? И вообще до какого возраста, да? Я думаю, что есть определенные нагрузки для детей или даже просто... Ну, кроссфит – это настолько развита система, что она для любых возрастов можно подобрать оптимальную какую-то нагрузку. То есть, существует отделение кроссфит китс, то есть, для детей, так называемое отделение. Также существуют секции для пожилых людей. Но, опять же, для этого нужна специальная стратегия, специальная подготовка и внимательность тренера обязательно. Если человек имеет лишний вес, стоит ли, рекомендуется ли, не заниматься кроссфитом? Или все-таки... Да. Нет, кроссфит именно, как я повторюсь, это тренировки для всех. Нагрузка, есть программа определенная, и все, каждый его выполняет. Она регулируется только весами, с которыми выполняется данный комплекс, и интенсивностью. То есть, если человек первый раз, понятно, что он будет делать менее интенсивный комплекс, нежели уже более подготовленный спортсмен. Ну, в нашем клубе, да, сейчас выбирает популярность очень. Вот по 30 человек бывает на тренировках, справляемся. Руководство, вот по мере того, как прибавляются люди на кроссфите, вот мы докупаем инвентарь, то есть, спасибо руководству. То есть, постоянно... Партнеры клуба Рот будут сегодня демонстрировать нам определенные вещи, определенные тренировки кроссфита, и мне очень интересно будет это все увидеть. Ну, и в первую очередь, конечно, хочется наблюдать тренировки, которые проходят стандартно в данном клубе, да, и посмотрим, как ребята будут все показывать. Сегодня мы это все увидим на наших экранах. Важно отметить золотые гири. Золотые гири, да. Да, конечно. Да, хочется сразу поднять, и тут различные весовые. И 24 большие гири, у нас 24 килограмма. Вот, это определенные будут работать, и вот даже такой красивый цвет. Мне кажется, это полегче все-таки держать золотой, она вроде бы полегче стала, но... Так, ну что, давай мы Пашу оставляем, пошли в зал, давай. Да, мы пойдем уже посмотрим тренировочку, да, другую, пока здесь идет новая тренировка, разминка. Ребята готовятся к кроссфиту. Старт тренировки будет в 19 часов по кроссфиту. У нас все четко, у нас все по расписанию. Как в аптеке. Так. Время представить нашего главного тренера клуба. А главный тренер клуба РОД. Сейчас готовится к парадной форме экипировки. А, она уже полностью рядом. Так, ну что, все с нами? Еще раз. Ну, тогда я же должен вступительные слова сказать. Первый помощник Вани Иих. Ваня, я хочу, чтобы ты рассказал о Александре Иих. Потом мы уже спросим у Александра про тренировку. Да, Александр Севдори. Все мы это вместе, можно сказать, и начинали. Формирование нашего будущего клуба началось с тайского бокса. Как ни странно, вот я вам докладываю. С тайского бокса. Попал я вот под начало Александра, это была фитнес-мания. А даже еще до этого был Курска. Великий человек. В тайском боксе очень известный. Заячник Сергей Иванович, надо отдать должное. Экипировка Рамтал также, это его творение. Да, детище. И в свое время я приобрел на 3 тысячи долларов экипировки у Сергея Ивановича. Кстати, да, здесь она. Но уже можно как эксклюзив такое делать. Я объясню, почему я сказал. Первые вещи. Потому что они, я на тот еще момент проходил службу, и я хотел много заниматься, но не мог заниматься. А эта экипировка переезжала сама из одного подразделения в другое подразделение, из кабинета в кабинет. Я знал, что она есть у меня, и она денег, собственно, стоила. И вот из этого потихонечку вместе с Александром Игоревичем Сидориным вот по что все это выделилось. На самом деле огромнейшую работу Александр проводит. сборники под его началом, любители под его началом. Ну, как сказать, большой души и огромного сердца человека. Очень. Мы еще обязательно пообщаемся и... Крайней степени ответственностью. Мы зададим много вопросов. Наверное, объединяет. Ну, это очень все уважаемые, ценим. Ну, а дальше... Александр достаточно разнообразный. Про себя все расскажет. Я хочу сказать от себя пока, да, тоже знакомый в соревнованиях в Тюмени. Мы более тесно познакомились в отделу бойца своего на поединке. Интересный человек, который работает не только тренером, но и великолепный рефери, который очень внимательно и очень грамотно судит бои по ММА, по тайскому боксу, по К1. И вот сегодня мы видим в данный момент секцию у Александра. Он проводит секцию по тайскому боксу. Саша, расскажи, пожалуйста, в данный момент, кто присутствует. Ребята, можно еще сейчас так? Сейчас, задание, да? Две секунды. Олег, идем сюда. Рубиваем два прямых. Четко. Сюда. Не, не поставь защиту. Сюда. Раз, два. Ручки тут же накладываем. Сверху сюда. Одна рука чуть на затылок уходит. Вторая больше сюда в голову. И удар колен. Его на себя натягиваем. То есть вот здесь сюда. Раз, два. Сразу ручку накладываем. И один удар коленом. Можно один, можно два добавлять. Все. И по очереди работаем. Вот так. Желательно по центру. Не сбоку выносить колено, а по центру. Четко в разрез сюда вот перчаток. Работаем только аккуратно. По очереди. Ну что, расскажешь нам о секции. Скажи, пожалуйста, вот я обратил внимание на такую великолепную обувь. Такая настоящая тренер, настоящий босс. Такие тапочки, которые греют ноги. Расскажи о них. Ну, весь день приходится проходить на ногах. Да, как бы. Изначально, как бы, не особо люблю в кеты, что-то еще такое, как бы. И приходится босиком. А так как в зале прохладно чуть-чуть. Через ноги все идет? Да, через ноги. Поэтому маму подарила такие вот штуки. Говорит, сынок, чтобы у тебя было тепло. И очень тепло, уютно, практично, как бы, чувствую ноги. Поэтому, как бы, все хорошо. Отлично. Скажи, пожалуйста, вот, ребята, которые в данный момент занимаются. Это ребята, которые, я вижу, уже не профессионалы, но под достаточно неплохого уровня. Некоторые ребята выступают из них, да, как бы, и в нашей сборной состоят, как бы, есть один, вот, Олег Радаев, непосредственно представитель. Остальные ребята занимаются, достаточно некоторые из толку занимаются. Вот человек, ну, пришел совсем ничего и никак не умел. Сейчас достаточно, ну, 16-17 год, да, как бы. И вот он, пара такая, можно сказать, не совсем, как бы, да? Она отличается от всех, нестандартная. Да, 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 но тем не менее, как бы, парень не тушуется, молодец, как бы, за счет этого он набрал за буквально за год тренировок он набрал очень хорошо для себя. Вообще, скажи про секции, которые ты ведешь вообще, и в первую очередь, работаешь ли ты с детьми, и работаешь ли ты, например, с профессионалами, с любителями. Я знаю, что ты главный тренер, ты разнообразные тренеры, но мне хочется знать, что ты сам рассказал. Ну, непосредственно, да, как бы, являюсь тренером. Основная моя специальность, изначально базовая, как бы, это тайский бок, да? Как бы, тренер по тайскому боксу. И уже в процессе, как бы, в становлении клуба я уже перешел на микс-вайс, да, как бы, тоже на микс, непосредственно, это борьба. Физические упражнения полностью, комплекс, подготовка, функциональные и так далее. Вот, как бы. Но, тем не менее, как бы, вот, как групповые занятия, я веду по тайскому боксу, как здесь, и еще, да, в одном клубе, как бы, собственно, да, там есть у меня в Подмосковье, как бы, это тоже клуб, и я тоже там преподаю тайский бокс. Мы видим девушку, которая тренируется, она специально не стоит в парах с ребятами? Нет, 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 у нее сейчас просто не получилось, ну, не было парок, так скажем, а так Александра у нас достаточно хороший боец, она некоторым ребятам даже форму может дать, как бы, она достаточно такая уверенная. Вот, и сейчас, как бы, она тоже, в принципе, все, что они здесь делают, с небольшим уклоном, там, как бы, да, дается задание. А так она всегда обычно в парах работает, она... Ну, и есть у нее желание выступать? Да, нет, ну, как бы, выступать нет, она больше для себя, она когда-то где-то занималась чуть-чуть, как бы, да, и вот здесь у нас, как бы, она находит себя, но это такой выплеск адреналина. В наше время, как бы, работа и все офисное накладывает отпечаток, и сюда приходит человек, выплескивает. Ну, да, вот эмоции свои оставляет в задании, получает удовольствие. Так, что сейчас задание дам. Набрасываем ноги. Хорошо. Задача, блок-ответ, легко, свободно играем, то есть без акцента удара, легко, свободно, быстро, то есть неважно, кто пропустили, если удар, все равно отвечаем, провалили, все равно отвечаем. То есть работаем, поехали, раз, два, вот здесь, и все равно, и без остановки, раз, два, и постоянно, раз, вот сюда, раз, и вот сюда отвечаем, постоянно отвечаем, постоянно, вот таким акцентом, легко, свободно, быстро. Саша, я хочу с твоего разрешения, что же являюсь тренером, просишь, девушка поработала ударом лоу-кик, да, камера снимет, мне просто интересно, как эксперту, если можно, поработай, пожалуйста, ударом лоу-кик, мне хочется посмотреть, вот, тянемец, камера. Стоечку, давай бумажку. Посмотрите, какие удары наносит девушка, это очень четкие удары, и этот человек еще не уступает, но какого высокого уровня. Спасибо тебе большое. Очень хороший удар, и работа идет. Ну, да, я почувствовал, конечно, но после харитона я уже практически ничего не чувствую по ногам. Да, ну и хочется еще, да, мы пообщаемся, я хочу, чтобы ты покомментировал сейчас какую-нибудь отработку, да, сейчас пока снимают, что ребята делают вообще, и что за упражнение. Упражнение плохо ответственность, и легко, свободно, игра ребят такая ногами. Как салочки такая, да? Да, потому что, по-либо механизм ставят очень легко, свободно и понужденно, чтобы они в любой момент могли реагировать на себя, не на стандартные какие-то уже, которые четко оговорены, а именно по-либо, чтобы могли ставить и ориентироваться. Да, немного двигаются, я смотрю, очень важно двигаться, да. Саш, большое спасибо, мы будем туда-сюда ходить, все показывать, мы еще вернемся, пойдем, перейдем на разделку Росфир. Да, предложение такое, наши друзья сейчас фитнес-дивисты возьмем, перейдем, может быть, на одну половину, и они нам... А, на эту половину перейдем, мы можем в рифе работать. Хорошо. Они уже готовы, да? К 7 часам соберутся сборники, и как раз, я думаю, где-то пол-восьмого, Сергей Харитонов покажет, потому что показать ему есть что. Так, ну что, фитнес-дивижн, фитнес-дивижн, давайте, есть предложение пойти в ринг, и там своим оборудованием показать. Танец с саблями. Ну что, 10 минут осталось. Так, ну а кто где? Да, берите свое оборудование, пойдемте. Да, в ринг идем, там мы подсвечены получше. Ты будешь дольше, мне кажется, так делать, ты его тапочки любые, он раз и пошел. Я думаю, пока это все будет сейчас подготавливаться, я думаю, надо поговорить об этом. Давай мы поговорим о нашем важном месте, о рецепте. И расскажем о нашей ценовой политике. В камерах поймает тот момент, в данный момент происходит работа, и можно увидеть, что рецепция работает, вот пришли люди. Рецепция – это стоящие психологи. Мы вчера в этом убедились, я думаю, сегодня те, кто не видел, увидят. То, что делает у нас рецепция. Да, а для меня, как для руководителя клуба, стабильное функционирование нашей рецепции, наших администраторов – это первые мои помощники. Если здесь что-то идет не так, значит, они отвлекают мое внимание от нашего грандиозного наступления в мире ММА и Грэпплями, и вообще единоборств. Твое внимание отвлекают, значит, все. Все, да, наступление можно, пускай, сворачиваться. Но у нас такого не было, и это хорошо. Это очень важно. Для чего делаем мы трансляцию, друзья? Мы вчера об этом говорили, и не перестанем об этом говорить, для того, чтобы наш клуб постоянно наполнялся новыми членами. Мы вам можем дать именно то, что вам нужно, друзья. Нашему клубу 7 лет. Здесь мы, 5 лет, бесперебойные работы, каждодневные тренировки. С каких-то, как-то. Да, самая первая тренировка у нас начинается в 7 утра. В понедельник, среда, пятница. Пожалуйста. Если вы… Жаворонки, а у нас и группа ВКонтакте называется «Утренний Жаворонки». Дружный коллектив, ребята все взрослые, где-то лет 20-25. Вот такие. Да, да. Тесный коллектив, хороший тренер. Вячеслав Балу. Балу – псевдоним. Полные данные говорить не будем по понятным причинам. По понятным мне причинам. Вот. Далее у нас тренировки в 12 дня. И пошли вечерние тренировки подряд. 17-30, 19-00, 20-30. Дисциплины, которые мы здесь, скажем, преподаем, даем возможность набраться навыков. Это грэплинг, тайский бокс, миксфайт, ммэй, кроссфит, бразильское джиу-джитсу. Что я еще назвал? Я думаю, что все назвал. Да все мы вам дадим. Дети занимаются в школе, и любой возраст может приходить, тренироваться. Тренерский состав профессиональный, умеют работать как с детьми, как с женщинами. И так же, как и с профессионалами, со взрослыми. Для чего трансляция? Чтобы люди, которые определяются, пойти или заниматься. Как, собственно, выглядит жизнь в клубе. Совершенно верно. Вот сейчас, вчера и сегодня, вы будете смотреть, как живет год единоборств. Он начинается со входа. Пришел, подошел к рецепции. Ребята с вами побеседуют, поспрашивают, посмотрят, как вы отвечаете на уровень подготовки, занимались или не занимались. Ну, позже они сами расскажут, по каким критериям мы сюда приглашаем. Призываем никого. Без причин мы отсюда не проводили. Но всегда с собой оставляем это право. Ибо климат, который здесь нами создан, нам очень дорог. И мы его ценим. Ну что, мы ждем сейчас, как ребята освободятся. И нам более подробнее все расскажут. Я хотел бы, чтобы в данный момент камера, наверное, прошлась все-таки по магазину. И Иван, скажи, пожалуйста, вот именно сам, откуда это все появилось. Наша мечта, любого мечта спортсмена, а если он мыслит чуть дальше, спортсмен хочет что-то организовать, скажем, секцию, кружок, если это связано с единоборством. Магазин бойцовской экипировки. И это счастье. Очень много различных фирм, я смотрю. Я, да, хочу сказать, только лишь присутствие этой экипировки. Но когда уже мы здесь все это имеем, и у нас постоянно свои задачи, есть ряд проблем, это все не так волнительно. Но я думаю, что хорошее чувство, доброе, испытывают люди, которые приходят сюда к нам как гости, или что-либо у нас приобрести. Опять же, выгодно это приобретать у нас почему? Одел перчаточки, пошел в зайчик, вот тебе мешочек. Хоп-хоп, постучал, твое, не твое. У нас такого ничего не было. Ты схватил и побежал. У нас были перчатки на двоих, и были очень рады, что у нас какая-то вещь появилась. В данный момент, уважаемые друзья, мы можем... А мы давай уделим внимание, вот, пожалуйста, девушки-клуб, стоять. Куда? Мы сейчас в раздевалку зайдем. Так что давай не будем конфузить. Ну хотя бы помашите ручкой, ну что вы. Девчонки, тренировки. Что-то проще тренироваться. Конечно. На кроссфит. Они и ударные посещают. Я вот тапочки рекомендую. Мои бабочки. Все красиво. Все должно быть красиво. Это девушки. Ну молодцы. Девчонки приходят. Мы все с вами пообщаемся, не переживайте. Несколько минут назад вы видели девушку, которая работала на мешке, которая занимается в свое удовольствие для себя. И я скажу, почувствую, ну и вы, наверное, через экран это увидели. Очень жесткий удар она наносит. Очень серьезную подготовку она прошла. Я думаю, она за себя, в первую очередь, стоять может всегда. Так, наши друзья с кроссфитом, с фитнес-дивижн, наверное, уже там расположились. Подготовились, да. Я думаю, тогда мы с рецепцией чуть попозже поговорим. И в секунду переходим в зал. Так. Друзья, внимание. Проходим. Так, Александр Ильич, давайте вот эту группировку рассредоточим. Так, Виталий, давайте вы на ринг, наверное, здесь и подсвечено, и пожестче покрытие. Так, друзья, шагом аж. Молодец, нагрев, хорошо. Так, ну что, и тебя прошу, я в ринг. С удовольствием. Давай. Делать надо. Так, ну что? Да, мы сейчас об этом всем поговорим. Я думаю, вы нам все это расскажете вначале. Заходи сюда, веселее, плотнее, плотнее. Все надо делать плотнее. Я думаю, надо, может быть, даже и пригласить Сергея Харитонова, которому тоже интересно было бы увидеть то, что будут показывать ребятам. Ну, я думаю, все равно пока будет вводная часть. А еще же никто никуда не уходит. Ну да. Мы успеем. Ну, расскажите. Так, надо сначала нам всем представиться. Я скажу, что это наши друзья. Организация фитнес-дивижн. Кто желает первым выступить? А? Можно сейчас будет взять у меня микрофон? Нет. Переменно передавая его. Рассказать. Не знаю, вставиться. Рассказать, что мы будем показывать. Хорошо. Я думаю, сейчас и камера появится. В данный момент мы видим, что снимается у нас тренировка, которая заканчивается у Александра. Такой небольшой вопрос. Да, ну, представиться можно, значит, у меня зовут Алексей Анафилатов. Я являюсь мастер-тренером компании фитнес-дивижн, ну и также являюсь специалистом в деле продаж. Вот. Хотел бы рассказать про оборудование. В данном, да, у нас представлено, ну, маленькая, маленькая часть на самом деле. На самом деле компания фитнес-дивижн занимается продажей спортивного оборудования, профессионального спортивного оборудования, оснащаем клубы, но и, естественно, весомую, очень большую часть мы уделяем функциональному тренингу. То есть направление это для России достаточно новое, направление очень популярное, постепенно набирает обороты, вот. Поэтому мы следим за всеми тенденциями фитнеса и стараемся успевать, так сказать, да, идти в ногу с различными нововведениями фитнес-индустрии. И поэтому, и поэтому разрабатываем, да, и поэтому разрабатываем, разрабатываем различные новинки. Откуда все это появилось? Откуда все появилось? Ну, есть у нас такие принципы компании, да, что мы за новое, мы за такое продвижение, мы всегда следим за новинками, соответственно, постоянно-постоянно смотрим различные, ну, естественно, американские. Ну, продолжите на себя. Конечно, конечно, да. Посмотрели, узнали, на нас все, посмотрели. Различные американские аналоги, да, следим, где что развивается, очень популярно, и, естественно, стараемся привезти в Россию и показать, так сказать, массам, массам, чтобы внедрялись и в детские школы. Я думаю, да, мне просто уже очень интересно, я хочу поднять ее. Это булава. Такая булава, которая надо весить на килограмм. Это 7,5 килограмм, в данном случае. 7,5. 7,5 килограмм, вот так выглядит с такой, да? Как будто легкий, а не легкий. Дело в том, что она совмещена в центре тяжести, поэтому выполняю упражнения, очень много упражнений на стабилизацию, да, то есть различные стабилизирующие, да, как включаются... Там, как же ты, да, ну, там, да, то есть, да, то есть много различных упражнений, да, то есть от самых простых упражнений, да, с фиксацией, естественно, все нужно делать аккуратно, и нужна определенная техника, да? Может, может, то есть стабилизация, различные приседания, здесь удержание, работа не только мышцами, получается мышцами брюшного пресса, да, с различными... Идет работа полностью на все? На все мышечные группы, да, различные введения вверх, да, также можно использовать, ну, в продвижении очень часто используют различные... Естественно, делать нужно очень аккуратно, потому что... На плечи, на руку... Да, практически все, естественно, включаются ноги, да, поработав 15 минут с таким оборудованием, ну, прорабатываются максимально мышечные группы, Виталик тоже может это показать, есть, да, что-нибудь действие. Только не бей никого. Показывай. Да, очень, очень часто использую для того, чтобы, опять же, вот, как сказал Виталий, подвижность увеличить суставов, увеличить, улучшить, так сказать, связки, укрепить связки. Правильно делаешь? Да, это базовый уровень, да, базовый уровень. Много есть упражнений, много есть сложных упражнений. Я думаю, даже вот так могу стоять, и уже... Да, есть они 7,5, 10 килограмм, 12,5, да, до 20 килограмм доходит, но, конечно, работать с 20 килограмм, это уже работают профессионалы. Да, очень, очень часто используют данную балову в двух руках, то есть две руки, здесь уже, кажется, сложнее, левое-правое, удержание. Ну, в основном направлено именно на стабилизацию, на подвижность связок, укрепление связок и подвижность суставов. Что-то покажешь, Стэль? Можешь передать мне? Да, да, конечно, конечно, именно с баловой. Да, обязательно. Здесь сделали упражнения, до этого очень многое, что мы подвели, потому что мы просто нашу скучу, как мы делали, что мы делали. Есть виртуозы, которые двумя руками это все выполняют, то есть здесь главное сформировать двигательные умения, которые формируют удивительный навык, да, естественно. Там очень важно равновесие, поддержать и увидев. И это очень сложно на самом деле, это кажется, что Виталий так легко и, да, без проблем выполняет эти упражнения. Мои друзья, это вес 7 килограмм, да, 7,5, кажется, что очень легко на самом деле вработать, если включаются, что Виталий показывал, да, работали и ноги, и стабилизаторы мышцебрешного пресса, и, естественно, верхняя часть. Это уже вообще функциональная тренировка, то есть уже на одной ноге, здесь уже и координационные вещи. Да, очень интересная вещь, но мне вот интересно узнать, что вот это 5 килограмм вес. написано, и вот такие удобные ручки, да, что надо сделать. Есть 5 килограмм, ну, естественно, весовые характеристики разные, 10, 15, 20. То есть, опять же, за счет того, что есть много... Начинать надо с малого. Да, есть лямки, можно выполнять различные, да, естественно, начинаем с малого. Самые простые какие-то упражнения, да, но, опять же, много суставные, это различные тяги, да, это возможно какие-то вообще отжимания. Вплоть до того, что можно отжиматься прямо от фортбека, то есть, естественно, его можно бросать. Здесь, я думаю, что в покрытии ничего не будет, да, то есть, различные... То есть, за счет того, что он достаточно мягкий, да, то есть, различные бросковые движения, можно выполнять, ну, очень большое количество упражнений. Какие-то выпады, то есть, функционал очень большой. Да, я также думаю, что можно, наверное, так же работать и друг кидать эти упражнения. В парах упражнений очень много. В парах можно работать. Вот мы сейчас попробуем покидать сваней. Различные моменты. Я готов, я готов. Я думаю, поймать, присел, кипой. Вот, она, видите, не очень неудобна, если, да, не зафиксировать руку, да, потому что надо привыкнуть к ней, привыкнуть, и тогда, я думаю, будет очень и очень удобно. На самом деле, разнообразие упражнений зависит только от фантазии тренера, от профессионализма тренера, то есть, упражнений, на самом деле, с мешком, грандиозное количество движений, да, просто стоя, там, вот, отличный фазированный упражнений. Зажать ее и попрыгать, например, в разденье, хороший очень будет. Да, интересная вещь, как называется, что я расскажу? Forceback. Forceback. Да, опять напомню, что есть 5, 10, 15, 25, то есть, чем больше вес, тем, конечно, там уже нагрузка существеннее. Колеса, ну, это компания Fitness Division является официальным дистрибьютором данного оборота. Посмотрите, уважаемые друзья, это очень тимулая вещь, какой я сильный, что я даже практически не чувствую вес. Вот как я дошел блоков. Дело здесь, да, не вместе, за счет того, что, посмотрите, за счет того, что ролики располагаются, да, по краям, можно работать как вперед-назад, так и, соответственно, влево-вправо. Позволяю, да? Да, функционал увеличивается, соответственно, какие-то движения мы уже можем усложнять. Опять же, на стабилизацию, верхний плечевой пояс. Да, это показал простой вариант с колен. Естественно, если убираем одну гантель, встаем в упоре, лежа, начинаем добавлять усложняющее движение. Опять, за счет того, что включается в работу и верхняя часть, и мышцы брючного пресса, нагрузка у нас получается колоссальная. Ну, у меня суставы разбиты, я думаю, мне очень сложно было именно упражнения делать. Естественно, здесь нужно очень внимательно все делать, да. Я думаю, нужно очень внимательно все эти упражнения делать, и те, кто начинают, я думаю, вот, она очень и очень удобная. Очень часто сейчас оборудование покупается в клубы, и объясняем тренерам, что, естественно, здесь от простого к сложному. То есть, некоторые вообще есть упражнения специальные, работа у стены. То есть, вообще, опять же, на увеличение подвижности суставов у стены работы. Это уже фиксаторы для ног. То есть, что это такое? Я вам продемонстрирую. Это все один комплект. Раз. Фиксируем, одеваемся. Гантели на ноги. И опять, за счет того, что у нас в разных плоскостях работают гантели, огромный функционал. Да, то есть, за счет того, что у нас... Очень интересная вещь, да, я думаю, работает все здесь. Ну, работает все, работает активно, естественно, пресс. Да, можно различные выполнять движения. Там у нас есть люди, которые начинают в соревновательном режиме играть. То есть, есть какое-то расстояние. Выполнили отжимания. Сделали пик. И продвижение вперед. Отжимания. Даже, я думаю, в сторону можно будет, да, переходить. И назад. Естественно, можно работать, опять же, как с двумя, так и с одной. С одной, это очень часто девушки любят. Выпады. Да, опять же, можно с увеличением амплитуды. Да, какие-то такие вещи. То есть, опять же, упражнений, а на усмотрение тренера, то есть, опять же, грандиозное количество. Поработай, Леанна, порассказывай, да? Да, пока. Передача, я в твой микрофон схожу. Друзья, вот видите, вот это болгарский мешок. Так и называется. Болгарский мешок. Большой вклад болгарского мешка в его формировании. Мы видели в YouTube ролик. Надо написать тогда. Болгарский мешок оборудований. И мы там работала группа, человек 5-6 ребят с болгарскими мешками синхронно. И нас это так впечатлило. А это было давно. Получается, сколько лет? 6 нас. И мы мечтали, думали, какие эти мешки. У нас их не было. Потому что сейчас они появились. И мы посчитали обязанности своей приобрести такие. И мы ими тренируемся. А теперь мы посмотрим вообще, что же... Ну, сначала надо сказать, что тезка Иван Иванов создал всю эту систему. И, наверное, адаптировал. Иван Иванов, который сейчас занимается в сборной командой Америки по вольной борьбе. Он создал всю эту систему. Преобразовал болгарскую сумку. То есть преобразовал мечты. Наверное, рестернов, как он называет. Поплотил мечту. Ну, собственно, в России, наверное, только недавно это появилось. Клуб Рот один из единственных, наверное, кто имеет сейчас в своем арсенале данную сумку. Вот. И поэтому, да. Две даже. Две. Какая вторая? Сколько кг? Такая же семнашка. Я вам после просмотра... Да, сейчас покажут, наверное, особенность, особенность, что неправильно выполняют, что нужно выполнять именно с болгарской сумкой. Боком встану, чтобы было видно специально. Когда выполняют упражнение вращения, больше как мельница, первое, если вы посмотрите, я не напрягаюсь. Практически ни в каком движении. Могу спокойно разговаривать и общаться, что происходит. Что, среди аппарата. Да, да, да. Когда выполняют это спортсмены и атлеты, вот, что они всегда делают в процессе боя и в различных ситуациях выполнения упражнений, они напрягаются. Постоянно работу найдет, они в таком режиме. То есть, видите, я краснею сразу. Косторон не поступает, ничего практически не происходит. Собственно, суть болгарской сумки именно расслабиться, сократиться, как во схватке. Когда у тебя есть момент, когда тяну сократиться, расслабиться, вдох, выдох. Постоянно играть сумкой. Делаешь, что ты хочешь, хочешь, я пошел. Захотел, работаю, как хочу. Захотел, сделал заброс. Сколько весит болгарская сумка? Для охвата, да? Отнимай. Вот. То есть, моя задача удержать, его задача постоянно, да, именно вырвать. Ну и, понятно, следующее, конечно, движение. Это все толчковое, прыжковое движение. Когда ты прижимаешь сумку, она тебе не давит. Работаешь как собственным телом. Постоянно работаешь, так, как тебе нужно, как тебе удобно. Комплекс можно на разных упражнениях. Да, можно даже какие-нибудь упражнения. Конечно. Двигаться. То есть, здесь. Это уже когда ты устал, они болеют. Очень удобно. И можно даже вот так просто держать. Я думаю, упражнения, когда тебя давят. Ты держишь, можно. Использовать волкопократно. Да. Очень интересные вещи нам показывают сегодня. И я думаю, очень и очень нужные вещи для тех, кто занимается любым видом спорта. Спасибо вам большое. Я думаю, мы вернемся к этим темам еще, да? Да. Пойдем посмотрим. Да, и вы нам еще нужны будете рассказывать нам еще подробнее. Погоди. Может, вопрос будет возникнуть. Ну что, если камера дотягивается, мы видим, что идет разминка. Первый состав сборников клуба «Рот» тренируется, разминается. Мы к ним еще вернемся после разминки. И все это проводит Александр Сидори, главный тренер клуба «Рот». Да, тренировка на 12 часов. Тайский бокс. Тайский бокс. Так, ну что, тренировка по кроссфиту у нас в какой фазе? Да, тренировка полным ходом называется. Я думаю, очень интересные девушки и ребятам всех полстростов. Главное, всех задействовать, всем найти работу. Что-то я даже Паула Исаева потерял в тренера. Уважаемые друзья, вы все увидели, потому что в данный момент вижу я. Ну вот, что касается болгарский мешок этой вещи, там же на бицепс, на трицепс, можно с ним целый комплекс практически на все группы мышц провести. Я так понимаю, с чего начинается кроссфит. Наверное, мне кажется, ты же принимаешь, может прокомментировать, что здесь пишется у нас на табло. Ну что, пока Павел занят объяснением упражнений, посмотрим на таблицу. Что здесь? Ну да, на таблице нам пока не показывают, просто расскажи нам вообще, что написано тут. Нужно нам попозже камеры все показать. Ну что здесь? Нет, сначала изначально. 1-2-3 октября. Да, изначально было показано в таблице, снимали. Вот, сейчас на таблице написано разминка у ребят. Вот, в основном она создается из системы суставной... Да, из суставной гимнастики. И в основном здесь написано о различной тренировке, то есть под различной степени готовности. Да, вот один, вот два, то есть кто, допустим, что выберет. Ребята вот встали сейчас по кучкам и каждый готов выполнять свой вуд. Мы возьмем первый, да, 4 раунда у нас бёрпи, пресс, 20 поседаний. Бёрпи, ну скажем, в простонародье... Бёрпис. Ну, в простонародье это упор-пресеп, да, упор-пресеп-выпрыгивание. Вот. Пресс выполняется в несуобразной форме. Он выполняет сгибание и в дальнейшем выполняется скручивание. Ну и обычные приседания. Обычные, да необычные, да. Вот. И нужно сделать 4 раунда и, соответственно, они засекают время, как можно быстрее они сделают эти именно 4 раунда. И показывают лучший результат. Соответственно, кто быстрее выполняет 4 раунда, показывает лучшие секунды. Соответственно, выигрывает. Ну и может, допустим, в дальнейшем... Нет, это уже основная часть у них, основная часть, да, уже у ребят. Вот. Но что это даёт, допустим, ребята, которые выполнили комплекс свой, в дальнейшем, придя, допустим, через месяц, они могут посмотреть, да, улучшили, не улучшили, вообще куда они двигаются, растёт ли результат или нет. Это парометр такой, да, регулирует. Да, потому что, к сожалению, сейчас там фитнес-клубы, допустим, если брать, да, ботцовские клубы, никто не видел статистики. Какая статистика у спортсменов, какая статистика у тех же там занимающимся. Ну и им, опять же, ребятам интересно узнать, двигаются ли они в своём результате или нет. Наоборот, у них идёт такой регресс, да. Вот. Следующий у них вуд. Что нужно сделать? За 20 минут как можно больше сделать кругов. Вот, вы видите, здесь 5 толчков штанги, вот, 10 запрыгиваний на бокс, обычное запрыгивание, и 10 раз подъём их ног. Тут подносов называется, ну, обычно, посторонний, скажем так, склёпка. По-моему, склёпка, да. Вот, чтобы было понятно. Естественно, ребятам нужно в течение 20 минут постоянно, да, постоянно находиться в работе. То есть так, скажем, выбрать, подобрать. Ну, как-то готов, как-то готов, да. Конечно, вот. Ну, в любом случае, понятное дело, нужно следить за пульсом, вот. Следить за пульсом, чтобы он не повышался, да, чтобы человек именно тренировался в том пульсе, допустим, да. Да, конечно, да. Смотреть, да, потому что здесь, опять же, да, у нас не направлено сюда, чтобы убить спортсмена, да, или атлет, который сюда приходит, а, да. То есть, человек получил знание здоровья. Первое, первое самое здоровье. Это первый вуд, второй вуд, у нас 4 раунда, вот, 4 раунда и выполняется каждое упражнение по одной минуте. У нас одна минута, как они сделали, это, получается, у нас одну минуту делают толчок, следующее, одну минуту делают они трассеры с мячом, это броски, выбрасывание, скажем, приседания, выбрасывание, вот. Вторую, третью минуту они выполняют пресс, четвертую минуту они выполняют рыбок гири, после этого у них минуту отдых. У таких нужно выполнить 4 раунда. То же самое, да, как успел восстановиться, так успел. Третий, это уже, это сейчас объясню, это уже, вот, допустим, у нас последний комплекс, да, который прописан здесь, это для девочек. То есть, здесь тоже есть ограничения, да, что девушки все-таки, девушки, да, и веса полегче, и упражнения, да, должны быть более, как бы, простыми, хотя бывают девушки, которые выполняют не хуже, чем ребятам. Вот, поэтому здесь у девчонок то же самое, если посмотрите, будет один немножко такой смежный, вот, и им практически все. То же самое нужно сделать 8 махов в гире, 10 раз выбрали пресс, вот, 8 раз в рахет сквот, и 10, не нужно сделать толчков, получается. А сколько длится по времени вся тренировка, вот, или 8 раз в рахет сквот? Получается, где-то в районе, ну, нельзя сказать, что, как Лена, конкретно, да, какое-то время есть, потому что кто-то больше затрачивает, ну, 30-40, да, 30-40, это оптимально, да. Вот, опять же, все зависит от тренировка, от подготовленных ребят, как подготовленных, смогут они или нет. Сейчас уже начинают ребята, наверное, заниматься. Уже стали каждый по своим годам... Объяснение, сейчас было объяснение, да. Сейчас они начнут класс. Выполнять уже, да, да. То есть уже сейчас подготавливаются. Ну, давай мы посмотрим, да, нам показывает тренер, Павер, что надо делать и как это все надо делать. Сейчас объясняю теперь правильную технику, как нужно выполнить толчок. Обратите внимание, обязательно, обязательно, главное, не на прямых руках, не снимайте, а толчковые действия. Все время на пол согнутых, то же самое, сохранять мягкий локоть при выпрямлении сустава. Обратите внимание, не надо. Опять же, если вы посмотрите, стараться нужно делать так, чтобы гиря не вблила по... По мышцам и стараться, чтобы все движение происходило быстро и мягко, да, в одно действие. Никаких ударов. Дабы избежать того же травматизма. Ну что, мы видим, ребята начинают пробовать и все, тренер все показывает, подсказывает. Ну, Павел корректирует технику. Говорит, что нужно толкать не руками, делать заброс 16. У ребят нет, у кого-то есть 24. В данный момент 24 килограмма. 24 и 16 килограмм ребята используют. Главный акцент делают на техническое выполнение движения с ломбом. И так, спина. Вес на пятках. Выполняю с приседаниями. С плеча это толчок, с пола, ну не с пола, а с виса, это рука. Да. Сначала ногой принимаешь, кирю. После этого ногами подгоняем. И мощное движение. Хорошо. Хорошо, что-то обратно не пускаем. Нет, она постоянно отсюда. Раз. Да. 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 Программа у нас вот написана на доске. Сейчас. Сегодня, да, вот эти движения, они будут в течение минуты. Ну, в общем, много ноги, да, ребят? Да, приходят. Возможно, даже на сегодняшней тренировке вот есть новые. Так, друзья, давайте соберемся на доске и распределимся по заданию. Все изучили движение, подобрали вес, я надеюсь, за это время, пока мы изучали движение. Итак, первый комплекс. Закончить как можно больше раундов за 20 минут. 5 толчков штанги. 10 раз запрыгивание на коробку. 10 подносов ног к перекладине. Все движения известны. При запрыгивании на коробку обязательно полное распрямление. Кто покажет, правильно? Покажите, пожалуйста, как на коробку прыгать. Хорошо, полное распрямление. Опускаемся. Можно соступать, можно спрыгивать. Но важно, чтобы на коробке мы полностью распрямились. Подносы ног к перекладине тоже обязательно касание ногали перекладины. У нас вес 50 килограмм на штанге. Кто? Первые. Раз, два, три. Три человека. Хорошо. Вторая штанга также 50 килограмм. Раз. Давайте подходите, кто на первый комплекс сюда, чтобы я видел. Подойдите пока сюда, кто задание не получил. Первый комплекс. 50 килограмм. Сейчас 50 килограмм. Раз, два. И кто? Три. Хорошо, три человека, 50 килограмм. Отправляемся. И третья штанга у нас 40 килограмм. Это по десяточкам. Сколько кто желающий. Подходите сюда. Подходите сейчас. Еще раз. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. С кем? Втроем во втором заходе. Хорошо. В первом заходе кто? Раз, два, три, четыре, пять. Кто на 50 хочет пойти? На 50. Нормально, да? Тянешь вес? Хорошо. Все. И вы тогда втроем на 40, ладно? В четвером на 40. В первом раунде. Все. Кто получил задание, готовимся. Разбираем второй комплекс сегодняшний. Итак, у нас круговая тренировка. Четыре раунда. По таймеру, да? Мы будем ориентироваться сегодня. Толчок гири. То, что разобрали. Трастеры с мячом. Показываю. Располагаем на груди мяч. Выполняем фронтальное приседание плюс выброс. Фронтальное приседание, выброс. Понятно, да, движение? Спина прямая, вес на пятку. Одна минута пресс. Точно так же, как на разминке выполняли. Сейчас там, да? Так, друзья, давайте на вот там построить пушку ЭГЭ. Сейчас на чё-то уходим поперевать, чтобы живы начали. Так, остановись. Сделай. Вот туалет, не снижай, не только вы. Как раз вы увидите. Военные есть, помогайте. Девять и красавец тоже встроен. У нас сегодня гость. И для с удовольствием по-моему, что ты красавец. Сергей. Здесь сел. Пока Сергей заходит. Чемпион мира по кикбоксингу, по тяжелому весе по версии W5. Многократный щепон мира по универсальному бою. Многократный щепон вооруженных войск, вооруженных сил России, крутопашку на бою, щепон Евразии по боевому самбо, грозный призер Прайда в супертяжелой весовой категории. Сергей Харитонов. Сергей, мы ждем, приглашаем тебя к нам сюда. Сергей Харитонов. Я думаю, еще раз аплодисменты. Сергей Харитонов. Сергей, я уже в Крестан. Ребята, собрались. Дет тренировка по класс-фиту. Я хочу, чтобы ты дал напутствие, потому что ты сам увлекаешься кроссфитом. Он много упражнений очень делает. Я хочу, чтобы ты сказал свои слова. На самом деле, общая физическая подготовка, ребят, трассы, да. Общая физическая подготовка немаловажна в боях. И в боях, и в любом другом единоборстве. То есть, что касается хоть кикбоксинга, хоть бокса, хоть, я говорю, чем вы занимаетесь, а боями ММА. Так что и кроссфит, и вообще, все, что связано с железом, обязательно нужно, необходимо. И я рад, что вы все здесь тренируетесь. И я сейчас присутствую на вашей тренировке. Ну что, я хочу еще раз сказать, что Сергей Таритонов буквально в недавнем времени стал обладателем титула чемпиона мира по кикбоксингу в супертяжелой листовой категории. И хочу пожелать Сергею победы в следующем своем поединке. Серьезный поединок 11 ноября в Китае, в городе Пекине. Сергею предстоит сразиться по правилам ММА с японцем, с олимпийским чемпионом под зидо Сатоши Иши. Мы будем все в болезни, а Сергей, мы будем всех поддерживать. Спасибо. Сергей всегда поддерживает нас. Куда бы не пригласить Сергея, если есть возможность. Сергей всегда придет. И я думаю, даже что-то покажет интересное из того, что он умеет, что он тренируется. Мы сегодня вернемся к вам. Я думаю, что вы продолжаете тренировку, а мы потихонечку будем переходить. Да, здорово. Да, ребят, давай я вперед. Ну что, уважаемые друзья, мы потихонечку будем переходить в следующий зал, где проходит тренировка по тайскому боксу, где собралась сборная команда клуба «Рот». Первые номера, и я думаю, много интересного мы увидим. Ну что, уважаемые друзья, я еще раз хочу представить нашего гостя сегодня, матерной расы, не знаю, сегодня представляем Сергея. Он заслуженно, заслуженно стал буквально недавно чемпионом мира по кикбоксингу. Очень серьезным бойцом удрался. Сергей не выбирает себе легких соперников, и его поединок был против бразильца, который в четвертом мировом рейтинге стоит турнира «Глори», который побеждал Сергея. Был матч-реванш, Сергея, вы все прекрасно это видели, во втором раунде нокаутировал Андерсона Сильву, очень серьезного бойца, я еще раз говорю, не подстава никакая была, и еще раз хочу, чтобы аплодисменты были. Чемпионом мира WP, Сергей Аплодисментов. Сергей, я сегодня очень рада, что вы присутствовали на нашей тренировке. Я думаю, мы сегодня многого увидим, я думаю, вы покажете это на то, что вы способны, пообщаемся с тренировским составом. Я хочу, чтобы вот Сергей сейчас сказал слово, ему приятно находиться здесь, в данный момент вы были уже на тренировке кроссфита, вот тайский бокс. Парни, привет! Сегодня вообще приятно здесь находиться, в клубе РОД. Отличная обстановка, зашел, посмотрел, как ребята занимаются кроссфитом, сейчас присутствуют на вашей тренировке по тайскому боксу. Очень, очень приятно, очень хочу посмотреть, что умеете, может, действительно, правда, что-то подскажу, что-то покажу. Так что приятно, что я здесь присутствовать с вами. Спасибо. Ну что, господин, хорошие вопросы. Александр Сидорин, это великолепный тренер, великолепный рефери, помощник Ивана Иванова. И, я думаю, в каком плане, одно из таких серьезных лиц для вас, которые вас тренируют. Я думаю, аплодисменты еще и другое. И остальные, как-то, по территории расходим. Ну что, в данный момент, мы видим, ребята разделяются, в ринге будут работать у нас первые номера клуба, остальные ребята у нас тянутся к первым номерам, стараются и будут работать буквально рядом. Я хочу, да, в ринг пригласить Сергея Харитонова, который, я думаю, в данный момент что-то интересное скажет. «Потренировка за 6, как проходим?» Да, очень интересный зал. Вот эта тренировка, здесь работают у нас ребята, которые тренируются и еще не являются сборником. В ринге мы видим ребят, которые выступают, которые работают по кикбоксингу, по ММА, да, это ваше выступление или чисто по кикбоксингу, по кайскебоксингу. По всему. Ребята в данный момент я идусь по кикбоксингу, выступают по различным единоборствам, грэплинг, бразильской джунджитса, бокс, кикбоксинг, вообще все. Ну что, я хочу в первую очередь, Сергей, тебя попросить, чтобы ты подсказал ребятам на свой сеть. Все прекрасно знают тот, кто следит за Сергеем Харитоновым. Сергей Харитонов любит работать в ближней, средней дистанции. И, уважаемые друзья, это хорошо у Сергея получается. Это очень большая ошибка многих бойцов, когда идет разменка. Ребята поднимают высоко подбородок, пропускают удары. И также для опыта. И в дистанции все неплохо работают. Я хочу задать вопрос Сергею, чтобы он вам это показал. Как же все-таки сокращать дистанцию, как же перекрываться правильно и входить в ближнюю дистанцию? Дело в том, что на самом деле много всяких разных вариантов, как не сокращать дистанцию, приходить в ближнюю дистанцию. Ребята, сейчас по плану вашему сегодняшнюю. Отработка по перчаткам или какой план тренировки был? Я сам без плана тренировки. Тренировка без плана была, да. Я думал, Сергей, может подскажешь и скажешь? Сейчас надеваем щитки, надеваем перчатки. Сейчас поотрабатываем такую работу, которую в основном я учился так работать в Голландии. Так что сейчас что-то покажу. Какие-то комбинации, ребята. Жалко, что нет перчаток. Да, перчатки будут сейчас. У тебя можно какие-нибудь перчатки, да? Перчатки будут обязательно, да. Перчатки так, чтобы... Докладки на ноги. Хотя не надо. Докладки на ноги не надо. Ну пока сейчас несут перчатки, Сережа, скажи пожалуйста, как идет твоя подготовка в поединку по ММА против Сатоши? Кто у тебя тренер? Расскажи же все, с кем ты работаешь. Я также работаю много с Русланом Кривушей, много работаю с Алексеем Олеником, Александром Волковым, Михаилом Зайцем. Михаил Зайцем очень сильно напоминает Сатоши Иши и по росту. Чуть немножко, конечно, по весу не дотягивает, но тем не менее, по своему умению и, скажем так, работает как стойкий за гиппатрию. Я думаю, что он даже в какой-то степени превосходит Сатоши Иши, так как выступает уже, да, по ММА очень давно. Приятно работать с ним спортсменом. Есть желание, стремление, хотя тоже он уже не молодой спортсмен. Очень много подсказывает, рассказывает, так что отлично спарринг-партнер. И главное, что, повторяю, да, что он очень похож на Сатоши Иши. Я думаю, перчатки будут у тебя маловато, да? Да, ничего. Дай мы чьи-то показать ребятам, просто показать какие-то комбинации. Иван, у нас есть перчатки побольше? Маленькие. Да, белые перчатки. Ну, вообще, как планируешь вести поединок против Японца? Он является олимпийским чемпионом по дзюдо и будет пытаться... Ну, это значит. В партере, я думаю, что мы себя тоже можем показать, да, и точно не уступим этому спортсмену. Ну, вот. А так, конечно, моя коронка, это... Мой стиль, это стойка. Бой в стойке. Так что постараюсь завершить поединок в стойке. А вернемся к взявшему поединку. Хочется обратиться... Хочется обратиться по поводу... Я знаю, что ты дружишь с Александром Поветкиным, которому завтра предстоит сразиться по правилам бокса. И... Какие прогнозы? Как отработает Саша? Какой форме он? Александр в отличной форме. Мы много общаемся. У него отличная... У него сейчас отличная команда. И Иван Кирпа, и... Андрей Козлов, тренер помощи физической подготовки. Отличная команда. Он отлично настроен. И... Я уверен, что... Александр завтра покажет красивый классный поединок. Я не сомневаюсь в его победе. Мы будем держать кулаки за... Александра Поветкина. Ребят, давайте... Ребят, давайте по парам. По парам. По парам. Разбиваемся. Начали работать. Да. По парам. Ребят, простые вещи. Простые вещи такие. Сейчас мы не будем что-то там изобретать. Давай встанем друг перед другом. Кто-нибудь есть со мной? Кто-нибудь так встанет? Чтобы парусы примерно были. Чтобы, да, чтобы показывать. Давайте встанем друг перед другом. И спокойно начнем с простых вещей. Левой по перчатке. Вот ручку ставишь. Да, да, ставишь. Левой. И сразу же ответ левой. 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 Буквально секунд 20 разогреемся. Давайте. Поехали. Начали работать. Раз. 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 По перчатке. Кончили? Закончили. Сейчас, смотрите, что делаю. Страшнее, что делаем. То же самое, спокойно. Двойки. Обычные белые. Раз. 2 и второй партнер. Раз. Старайтесь паузу делать минимальную, не так right? Раз. Два. Давай делать, легкая пауза. yi twoiche. Раз. Раз. 1-2-1-2-1-2 Небольшую пауру давайте Сейчас делаем то же самое Просто сегодня работаем немножко, чтобы на общую веточку потоков, а немножко на голову, да? Давайте, смотрите, то же самое, просто добавляем по одному удару. Раз, два, и логик по внутренней стороне бедра. Главное, что не сами пока блоки никакие, просто легко. То есть вот она, раз, два, удар, то же самое. Два, спокойненько, спокойненько, раз, начнем удар. Вот и пошла работа. По очереди, по очереди, ребят, хорошо? Точно так же по очереди. Двоечка, удар по внутренней, начали, приступили. Да, поехали. Хорошо. Ребят, сейчас то же самое, та же комбинация. Добавляем удар левой ногой по печени. Легко, точно так, раз, два, раз, и удар по печени. Прикрывай, прикрывай, только когда вы в щитках, я без щитков. То же самое. То есть легко, раз, два, удар. Тайская разноножка и спокойно ударили в печени точно так же. И вторую, вторую, раз, два, вот так, хорошо. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, поехали, поехали, поехали. Я пускай, ребята, делали. Хорошо. Все умеете. Видно, что... Старайся не пропускать по печени, старайся, да, все-таки, да, прикрывать локус, чтобы у меня был удар. Да, 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 локуском. Да, да, да. Молодцы, молодцы, молодцы. Хорошо. Быстро, полсилы, ребят, полсилы. Наносим удары не сильно, чтобы не отбить, не отбить. Закончили, ребят, закончили. Сейчас то же самое. То же самое добавляем. Вставляем, смотрите. Двоечка, удар по внутренней стороне беды, удар в печень и колено. Колено удар. Раз, оттолкнули партнера. Обязательно в конце оттолкнули. Медленно давай. Раз, два, раз, два. И оттолкнули. Вот такая комбинация, поехали. То же самое. Ну, по лодку тоже болел. Раз, два. Ребят, стоп, ошибка, смотрите, какая. Ни в коем случае. Вот так вот не тянуться, открытой головой. Смотрите. После удара, после удара. Вот она, вот работа. Раз. И оттолкнули от себя. Вот когда вы ударили, и кто-то, вот я заметил, тянется. Ни в коем случае можно пропустить удар. По-внимательнее. Собранный всегда. Собраны ручки у головы. Вот она. Раз. И оттолкнули. Обязательно оттолкнуть. Сейчас. Сейчас задача оттолкнуть. Оттолкнуть. Обязательно от себя оттолкнуть. Чтобы автоматически это все вырабатывалось. Так. Хорошо, хорошо. Оп. И оттолкнули. Вот забываешь оттолкнуть. Иногда в бою не надо будет отталкивать. Он там отойдет или подойдет. Или там. Ну, здорово. Вот сейчас задача оттолкнуть. Угу. Хорошо. Давай, ребята. Сейчас добавим. После толчка. Смотрите. Сейчас давай. Уже помните комбинацию, да? После колена. Толкнули. Оттолкнули. И ударили мы в голову. Хай-кик. Ясно? Еще раз. Смотрите. После вся комбинация. Вот она. Два. Удар. Оттолкнули. И хай-кик. Хай-кик обязательно. Поехали. Добавляем. Добавляем. Думаем. Думаем. Помним. Не спешите. Первой комбинацией не спешите. Оттолкнули. Хай-кик. Правой ногой. Правой ногой, парень. Правой ногой. Правой ногой. Хорошо. 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 Отлично. 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 Молодцы. Молодцы. Ай, закончим, ребят. Закончим. Давай сейчас такие простые вещи поработаем. Смотрите. Кресты. То есть, правой по внутренней стороне бедра. Слева по внешней стороне бедра. Ясно, да? Простые вещи. Одиночные нуты. Раз. Два. Вот они. Еще раз. Раз. Два. Давай еще раз. Вот они. Раз. Два. Раз. Два. Средней дистанции, да? Средней дистанции, ребят. Медленно. Медленно. 1 2 Очень много массов Клуба рок проходят Мы уже видели многих бойцов Которые приходили сюда И делились своим опытом С ребятами И с чемпионами И с новичками, которые ходят в анимацию И также с детьми Которых очень много Молодцы, молодцы ребята А теперь заканчиваем Ребят, только та же комбинация заканчиваем ударом колена обязательно то же самое вот пошла работа по внутренней и обязательно сразу колено и оттолкнули ясно да все просто еще раз раз два раз два и оттолкнули поехали поехали делаем по очереди по очереди оттолкнули обязательно оттолкнули обязательно сейчас в отработке должен быть толчок толчок а теперь немного усложним ребят два удара колена в конце ясно да вот удар боковой по внутренней и боковой по внешней раз отошел два и толкнули еще раз ясно да два удара колена все просто давай ребят поехали и толкнули вот молодцы обязательно толкнули да очень хочется играть хорошо хорошо и нахожу такую возможность я да очень сложно найти время Сергея сфотографироваться но нашел я все это в прямом эфире да работай ребят есть хорошо 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 да конечно 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 есть все да хорошо хорошо молодцы 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 да так хорошо закончили ребят ребят давай сейчас сделаем такую оно в принципе и для кикбоксинга и для боев бывает на фоне усталости на фоне усталости когда в конце оба оба устают прижимать канатом вот прижимаешь партнера канатом точно önmode на стратег وبедать прижимаешь партнера канатом и не знаешь что делать он там тихо praticamente отвечает туда он закрывается берешь просто простой свинг свинка сверху свинг сверху когда оба устали этот удар обычно неожиданный обычно все бьют прямые боковые он неожиданно вот они Bach он неожиданный сразу выходим с ударом по печени сбоку и заканчиваем ударом коленка Ясно, да? Теперь все просто. Мы не канатом это будем. Не будем у канатов все это делать. Вот. Прижал. Так, стоите здесь, на десант. Один партнер просто не отходит назад, а просто перекрывается. Вот он. Свинк. Раз, два. Удар коленом. И оттолкнуть. Ясно, да? По очереди точно так же, ребята. Поехали? Да. Прижали с канатом, да? По канату все делать. Может даже у канатов, да. Можете... Давай, давай, ребят, стоп, 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 стоп. Ребят, давай сделаем, давай сделаем чуть-чуть по-другому. Давай. Распределились по канатам. Работает. Одну минуту работает. Первый номер. Одну минуту работает второй номер. Распределились по канатам. Все у канатов, да. Ага. Вот, прижал. Да, да, да. Свинк, свинк. Вот так. Молодцы. Хорошо. И оттолкнули, да. Да, 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 молодцы. Хорошо. Хорошо. Два удара по печени делаешь, да? Так. Ага. Хорошо. 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 Хорошо, молодцы. Так, ребята, поменялись. Второй номер работает. Молодцы. Молодцы. Молодцы, молодцы. Хорошо. Хорошо. Ну-ка, давай, давай. Посмотрю, посмотри. Давай, давай. Ага. Давай. Ты видишь, ты не делаешь, ты не свинг. Ты делаешь простой боковой удар. Свинк, он чем хорош, чем опасен. Вот он отсюда. Он бьется. Он бьется неожиданно. Вот он устал. Оп, уже мучен. Я хожу назад. Прям свинг. Раз. Немножко его, скажем так, потряс. Раз. Два. И вот он. Вот я отошел и дальше работаешь. Ясно, да? Так. Давай. Вот. Молодец. Молодец. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Я хотел, чтобы Сергей тоже нам показал. Владимир Вярцев. Сейчас что-нибудь покажем. Так. Хорошо. Ребята, где еще? Еще. Закончили? Закончили, да? Смотрите. Сейчас тоже самое. Чтобы у вас в голове все осталось. Та же комбинация. Но. Смотрите. Вот я подошел. Вот я ударил вены. Ударил снизу, сбоку. Ударил коленом. Потряс партнера. А он все равно перекрывается. Перекрывается. Смотрите. Смотрите, что я делаю. Я делаю шаг в сторону. Сбиваю руку его. Смотрите. Сбиваю. Ты подставляй руку вот такую. Вот эту ручку подставляй. Хорошо мне. Мне подставляй. Ага. Сбиваю ручку. Удар. Делаю. Вот что. Наношу удар. Четко. Там. Можно прямой. Можно прямой удар носить. Можно тоже полу свинку. И еще раз колено наношу удар. Ясно, да? Ясно, да? Понял, да, пацаны? Вот. То есть главное. Ту же самую комбинацию. Уходим в сторону. Раз. И еще раз удар колено. Та же комбинация. Ее обязательно делайте. То есть. Ясно, да? Вот его забили. Удар коленом нанесли. Отошли в сторону. Ручку. Ручку держи. Сами ручку специально не снимать. Держи руку вот здесь. Партнер должен сбить. Ударить. И еще раз нанести удар коленом. Ясно, да? Поехали. Поехали. Та же комбинация. Давай, давай, ребята. Полностью комбинация. Да? Видишь? Вот смотри, ошибка. Парни, смотри, какая ошибка ваша. Ты сам руку опускаешь. Держи руку здесь. Держи руку. В конце комбинации. Держи руку здесь. Взбивай руку. Взбивай ее. Взбивай ее. Он так ее не снимет. Никогда. То есть вот. Ее. ПАМ. Вот она взбивает. ПАМ. Ребят, посмотрите, ошибка. Опять вижу. Не у второй пары. Не у первой пары, да? Посмотрите. Давайте сейчас немножко просим за здание. Посмотрите. Без комбинации. Без комбинации. Без первой комбинации. Смотрите. Так, побольше. Побольше кто-нибудь. Смотри. Держи руки. Держи руки. Вот смотрите. Делаем шаг вправо. Он руку не опускает. Взбивай руку. Он ставит перчаткой. Тут ясно, да? Вот он держит. Специально держи руку выше. Выше держи. Вот он. Я ее взбиваю. Деру удар. И наношу колено. Смотрите еще раз. Вот он держит. Пэм. Пэм. Ну так с пол силы. Не то, что прям с этой силой. Держи. Раз. Оп. Оп. Все. Давайте не будем сейчас делать комбинацию. Чтобы вы поняли. В бою. Потому что получается так, что вот партнер опускает перчатку. Легко получается ударить и наносит удар колено. Обязательно ее надо сбивать. В бою это получится вообще вот так вот. Ну как бы. Пэм. Вот он сбивает. Пэм. Пэм. Как это получится в бою. А так. Да. Просто спокойненько. Чтобы усилие вот нарабатывалось комбинацией. Ясно, да? Все done. Сбивает. Удар колено. Поехали. Поехали. Приступили. Без комбинации. Без первой комбинации. Шаг в сторону обязательно. Шаг в сторону. Вот. Хорошо, хорошо, хорошо. Шаг в сторону. Ага. Молодцы. Шаг в сторону. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодцы, 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 молодцы. Ребята. А теперь вот смотри. Вот пара ребят на первый раз работают. Многие я смотрю не в первый разfahren. Смотрите, сейчас усложним чуть-чуть задание, смотрите, вот тоже самое наносим, также я ухожу шаг вправо, наношу удар коленом, и только я наношу удар коленом, партнём я сразу наносу удар с правой руки, сразу перекрываетесь, ясно, да, чтобы не расслаблялись, потому что вот он удар, вот лицо открыто, наносил удар, оп, и сразу же перекрываетесь, ясно, да, второй номер работает в ответ прямой или боковой правой. Оп, о, молодцы, раз, два, и в ответ, вот, ручки должны быть, ручки всегда, всегда у подбородка, молодцы, так, ребят, поменялись, поменялись партнёрами, поменялись, один на один канатом, другой наносит удар, поехали, да, хорошо, молодцы, 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 хорошо, Да, столько, вот, хорошо, хорошо, без паузы, без паузы, хорошо, хорошо, молодцы, 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 парни, молодцы. Ребят, закончили, закончили, давайте сейчас концовочку небольшую сделаем, концовочку, смотрите, просто раскидаемся, один, обоюдная работа, смотрите, вот, вот обоюдная работа, наносим хайкик, хайкик левой, левой, хайкик правой, и то же самое, раз, два, защита, Смотрите, защита, ни в коем случае не просто, вот она, защита, да, вот, наносим её подряд, хайкик, раз, два, раз, два, вот она, вот она защита, два удара один, два удара другой, давайте буквально сделаем это по 20 раз, по 20 раз, концовочка такая, без основок такая работа, вот, смотрите, работа, ну, я просто без щитков боюсь, чтобы не травмироваться, Ни себя, ни партнера Трамир Вот на сюда Раз, два, это то же самое Раз, два Ясно, да? Защита ни в коем случае не так стоять Даже при хорошем жестком ухакике Даже если ручка здесь Удар пройдет и Потрясет, даже через перчатку Так что обязательно, вот она Еще раз смотрите внимательно Вот он, вот он, спокойненько, спокойненько Вот она защита, вот защита Поехали, по 20 ударов каждый По 10 ударов каждый на год 2-1, 2-2, 2-1, 2-2, 2-1, 2-2 Такая обоюдная, обоюдная работа Раз Два, хорошо Раз Два Молодцы, молодцы Да Ребят, смотрите, ошибка опять Опять вот я увидел, многие защищаются Смотрите, защищайте Защищайтесь, вот не надо так защищаться Ни в коем случае, ни в коем случае, парни Вот видим соперника, наноси удар Вот видим соперника, легко же, вот она Вот она работа Вы стараетесь вот это делать Не факт, что соперник ударит вам Тот же хайки Может он ударит по печени Может ударит по лоуки Всегда верь видеть, видеть партнера Где-то ниже, где-то выше руками работает Ни в коем случае, вот так не защищаться Вот два локтя сдать Может пройдет, а может и нет Обязательно видеть, все полностью в контроле Поехали Поехали, продолжаем Хорошо Молодцы Ребята, ну все, закончили Молодцы Ну что, я думал, поаплатиру Миним класса Сергея Харитонова Молодцы, молодцы Попробуйте, почему у нас своеобразная работа по перчаткам Работать надо обязательно Почему, во-первых, это чувство партнера Во-первых, обязательно каждый должен помогать друг другу Если не такая задача, что вот просто ставить перчатки Защищаться Вы по-своему, вы и защищаетесь И по-своему, вы помогаете партнеру И сами наносите удары Это вот работа не только по снаряду Те же мешки, те же лапы Вот она, работа в парах Работа по перчаткам Отличная работа Так что рекомендую И постоянно так тренируюсь, работаю Так что тренируйтесь и побеждайте парня Как раз футболка, она посвящена бою 11 ноября в Китае Вот это там, двух тигров придумали Китайцы Да, спасибо парень, спасибо Да, всегда Да, мы ждем еще бигбосса, который все настраивается на парад Давайте в центре, да? Да, в центре, да? Да, в центре, да? Да, в центре, да? Да, в центре Давайте Получилось? Все это в прямом онлайн эфире Которые они будут отрабатывать Из уст Сергея Харитонова Да, ребята, вы все занимаетесь не так много Вы еще, можно сказать, в каком-то плане многие, большинство новички И я попросил Сергея Харитонова, который не отказал И с удовольствием всегда нам покажут какие-либо комбинации для вас Ребята, сейчас общаете, общались тоже с ребятами, да? Ребята общаются между собой? Общались Ребята, смотрите, я не хочу показывать одинаковые какие-то комбинации, одинаковые серии Почему? Потому что я показал одно Ребятам вашим, кто уже постарше, кто тренируется, выступает Где-то спросите, посмотрите, как они тренируются, да? Давайте начнем с таких простых вещей Недавно тренируетесь, да? Еще, как говорится, можно говорить новички, да, ребята? Или кто? Давайте Встанем друг перед другом И наработаем простые такие вот вещи Кто-нибудь Да Да, легко Давайте легко встанем Смотрите, и простые, простые элементарные вещи По передней ножке По внутренней стороне бедра По нарубной Просто набиваем Не носим удар, не носим полную силу А носим среднюю силу Но это сделано для чего? Для чувства Чтобы правильно наносить удар И Одновременно Набивается и внутреннее И внутренняя и внешняя сторона бедра Вот, все спокойненько Раз Два Второй номер Раз Два Так же Раз Два И повторяю, посмотрели пару Пару раз посмотрели, куда бьете, да? И старайтесь смотреть сопернику в глаза Ни в коем лучшее не надо Вы посмотрели правильно 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 Раз Все И после глаза своему партнеру Раз Два Такие простые вещи Начнем Вот это первая такая Первая комбинация Поехали Друг перед другом встали Да Да Работаем, работаем, ребят Я где-то подхожу Старайтесь Руки Руки держать У подбородка, ребят Да Сделайте наносите Если ты левша Встанешь в свою стойку А левша Тогда Ты стоишь в другую стойку, да? Левая ножка впереди, да И наносим Да Хорошо Старайтесь сильно, ребят, не лазить, чтобы не отбить сейчас партнеру ноги Ни в коем случае Молодцы 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 Ну что, пока ребята выполняют те приемы, которые показал Сергей Харитонов, я хочу задать несколько вопросов Сергею Сергей, какие в дальнейшем планы вообще на 2015 год, я думаю, в этом году бой против Японца, то что Иши будет крайний поединок, вероятно, и в следующем бою У меня задача проводить поединок каждый месяц Много предложений Я скажу, что в основном, как бы это зал традиций, раньше я не проводил сколько поединков в России, но сейчас очень много предложений и, честно говоря, в России приятно драться, приятно чувствовать поддержку своих земляков, скажем так Приезжают очень много друзей, мне приятно просто смотреть зал и видеть, скажем так, счастливые лица фанатов Мне приятно, что это сейчас все проходит в прямом эфире на центральных каналах Так что мне приятно выступать в России, приятно, что молодые пацаны, которые еще школьники, им это интересно, они смотрят, они ходят в секции, тренируются И это все делаем в основном, конечно, ради них, чтобы они тренировались, не употребляли спиртных напитков, наркотиков, не курили, а отшли и занимались в секции и становились нормальными, здоровыми людьми Мы увидели матч-романш против Андерсона Сильвы, победу нокаутом Есть ли еще желание провести с кем-либо матч-романш с теми лицами, кому проиграл? Было бы, конечно, классно, что и в К1 я проводил как раз поединки, проигрывал и в Глори Есть у меня, конечно, старые долги, но, конечно, один из таких матчей ваших я бы, конечно, хотел провести с Данилем Гитой Это мой дебют в К1, когда я проиграл нокаутом по... Уважаемые друзья, в том бою Сергей Харитонов показал всю выдержку, настоящий характер, десантный характер И после того, как Сергей Харитонов пытались унести с ринга на носилках, я это все прекрасно знаю Сергей встал и пошел на своих ногах в раздевалку, где он потерял сознание, у него был перелом ноги Вот такую силу воли показал Сергей Харитонов Я хочу, чтобы вы, кто занимается, все, кто смотрит вот такие тренировки, которые проходят в клубе Рот Чтобы стремились заниматься и будет вырабатывать свой характер Ну, я думаю, с Сергеем уже начнем дальше Ребят, ребят, давайте сейчас немножко, чуть немножко изменим задание Так же подходим, так же ставим в стоечку Но теперь то же самое, то же самое сделаем, ребят Только по задней ноге Этого удара обычно никто не ждет Это вот тот же лоу-кик, например, с правой ноги, когда мы стоим в стоечке По задней ноге Вот, так же наносим по задней ноге И так же по задней ноге наносим лоу-кик с левой ноги То есть вот нам пошла работа Раз-два И так же наносим вот он Раз-два Я скажу, так бьет лоу-кик Так же мой обидчик когда-то в Глоре Рико Верховен Никто этого не ожидает лоу-кик Все думают, что сейчас он разбежится и будет бить удар по внутренней стороне бедра А он подходит, близко подходит и неожиданно наносит удар по задней, по задней, так же внутренней стороне бедра Под опорную ногу Так что, для чего это делать? Так же сразу объясняю, да? Ну если раз удар нанесли по внутренней стороне бедра от передней ноги Два нанесли удар Соперник уже ждет, он ставит блок Обранный ставит блок и резко наносите удар по внутренней, по задней ноге, по внутренней стороне заднего По задней ноге Сейчас простое задание, встали друг напротив друга, не надо легко вставать Встали вот прям в среднюю дистанцию и пошла работа Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, поехали ребят Начали работать Работаем, работаем ребят Никуда не спешим, никуда не спешим Спокойно работаем, не отбиваем Поехали Вот, молодец, правильно, подшаг делаем, подшаг Смотри, смотри, правильно делаем, смотри Встали вообще на дистанцию на хорошую Если далеко немножко, делаешь легкий подшаг Раз, два, два Вот он Для чего это, знаешь, когда он наносится? Смотри Вот бьешь мне лоу кик, да? Легко, легко, легко Раз, ставлю блок А в этот момент, когда я думаю, сейчас не бей по внутренней стороне Я ставлю блок, смотри Я ставлю блок, а ты наносишь мне удар по внутренней стороне бедра Смотри, неожиданно и очень, очень эффективно Перебивают ноги, нокаутируют так Поехали ребят, давайте Поехали, поехали ребят, не стоим, не стоим Работаем, работаем, работаем Хорошо, молодцы, молодцы ребят, молодцы Ребят, закончили Давайте, чтобы побольше немножко информации А теперь, сейчас для головы то же самое То же самое ребят Только наносим каждый по четыре удара Все просто Вот она, вначале по передней ноге, после подави Два удара, вот они Раз, два Раз, два И так же партнер Раз, два Раз, два Раз, два Ясно, все просто Все просто, но надо сделать по четыре удара Поехали Начали Начали ребят Ребята, хочу добавить немножко, обратите внимание Не смотрите сильно в ноги Да, вы начинаете Да Пока вы пробуйте, да На начальной стаде можно посмотреть ногу, а потом Грудь и голова Вот куда-нибудь смотрим, чтобы видеть свои Да Да Поехали Поехали, молодцы, молодцы, молодцы парни Хорошо Внимательно, внимательно, парни Смотрите, внимательно Несколько Видел, некоторые Многие, многие Чуть ли не в пах бьют Внимательно По внутренней, по внешней стороне бедра Хорошо 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 Молодцы Молодцы, ребята Ребята, давайте сейчас сделаем Смотрите Сделаем немножко Добавим Добавим Такую в перчатках Добавим руку То же самое сделаем Чтобы было понятно Делаем просто Вот я Наношу удар сбоку Наношу удар в лоуке С левой Правой Так То же самое Справа По задней стороне бедра Слева По внутренней Я всегда Боковые удары То есть среди дистанции встали Чтобы никуда не шагать Не проваливаться Встали друг напротив друга И по очереди Делать один Получается 8 ударов уже Не 4, а 8 ударов То есть Боковой По внутренней стороне бедра Сбоку По внешней стороне бедра То же самое Боковой По дальней ноге По внешней стороне бедра Слева По внутренней стороне бедра Все просто Все просто Но для головы Ребят 8 ударов Уже 8 ударов По внутренней стороне бедра Заканчивай Заканчивай Да? Ага Молодцы Ребят Смотрите Чтобы было проще Смотрите Кто не Кто Кто Давайте Кому проще Давайте сделаем Это все Немножко для головы Смотрите Кто не может Наносим Прямой удар Давайте лучше Сделаем прямые удары Вообще Прямой справа По внутренней Прямой слева По внешней Так же Прямой справа По внешней Прямой слева По внутренней Давайте сделаем Потому что не у всех Получаются боковые удары Давайте сделаем Кто может Наносим боковые удары Кто не может Наносим прямые Потому что я вижу Получается неразбериха у многих Поехали Прямые Есть Да Да Прямые удары Самые нормальные Хорошо Хорошо Молодцы 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 Хорошо До этого хватит Ребята Молодые Лишних Комбинаций Можно показать много А Результата не будет Просто пацаны Молодые Я считаю Что надо Что-то такое Легкое Такие комбинации Чтобы не Не перебирать Вот Ребята Молодцы Ребята Я Не стал сегодня Вам давать Какие-то сложные комбинации Удары коленем Там ребята уже немножко постарше Скажем так Поопытнее Там были удары И хайкики И в голову И колени Я думаю Для начала Это неплохо Обязательно Не забывайте Ребята Набивайте ноги Набивайте ноги Потому что Это немаловажно В боях Тот же пропущенный лоу кик Раз Два Два Три лоу кика И человек подкашивается Оказывается в нокауте Обязательно каждый день Старайтесь после тренировки Встали даже Друг напротив друга Вот мы Тренировка закончилась Да Там Сегодня наносили удары по ногам Грубо говоря Тренер может быть забыл Или как-то не получилось Встали друг перед другом Да По 50 ударов Пошел 1 2 3 4 5 6 7 Ну 50 ударов Один 50 ударов другой под друга Потом поменяли стойку Либо стойку поменяли Либо подальние ноги бьете Поменяли стойку И так же 1 2 3 4 И так же сделали 50 ударов Потом в следующий день Прибывайте 51 удар 52 И так представьте За целый год 365 дней Сколько можно сделать ударов Да То есть ноги обязательно надо набивать парня Ноги набиваются Что Вот Что голени Что бедра Что локти Все это набивается Обязательно надо набивать Да Голову Голову пацаны Ну что ребят Сегодня у нас в гостях Еще раз Небольшой мастер класс Чемпион мира по боксингу Сергей Харитонов Да Да ребят Всем удачи Всем удачи Тренируйтесь и побеждайте Счастливо Давайте парни Ну что А мы с Сергеем Тихонечку переходим в следующий зал Тот зал где сейчас проходят тренировки по кроссфиту Я думаю что со самый разгар тренировок Хочется посмотреть что сейчас ребята там делают И услышать небольшое мнение Сергея Харитонова Добрый день Мы переходим в зал кроссфита И тут уже я думаю ребята заканчивают свои тренировки Очень интересные упражнения они сегодня выполняют Мы слышали прекрасно все это нам рассказывал тренер и ребят Павел Вот мы видим представительницы прекрасного пола которые так же как и ребята стараются Ну что то новое я думаю мы Лично я скорее всего показать ребятам не смогу Почему потому что видно что здесь работают профессионалы И что касается кроссфита Мы работаем так же перед соревнованиями Работаем много упражнений специально приезжают тренера Которые действительно в этом что-то понимают Работаем такие вот кроссфит А на самом деле простые С Советского Союза круговые тренировки Которые раньше использовали наши спортсмены И в боксе и в кикбоксинге В рикоримской борьбе в вольной борьбе Во всех видах борьбы Ударной техники Также в единоборствах Так что на самом деле ничего нового Но внесены с американской стороны Внесены многие новые упражнения А так система в принципе она похожа Обычная круговая тренировка Но на самом деле очень эффективная Перед соревнованиями Я обычно этим занимаюсь Тогда когда до соревнований остается Месяц, три недели Мы работаем вот этот так называемый кроссфит По большому счету забытую круговую тренировку У нас в Москву время ограничено Молодежь нервничает Все хотят сфотографироваться Сергеев Да Да, пускай ребят Тут я ничего в принципе не покажу Потому что я думаю тренера персонала Они все умеют, знают Да, да Да Да, давайте, конечно, давайте 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 Спасибо Есть? Да, всегда рады Смотри, а мы сейчас заберем Сергея И отведем его в зал Да Администратор это святое Это те люди Да, всегда рады Да, не денешься Все нормально, нормально Давай, давай Есть? Да Конечно, конечно Есть? Да, всегда рады Вы меняйте ракурсы Зайдите в клуб А то вас все в одной ходке будут В одной месте Есть? Да, давай, давай Есть? Давай, давай Есть? Да Я первый Есть? Да, я первый Есть? Да, все рады взять паузу А первые составы работают до последнего в ринге Это значит первый состав Все Дисциплина на первом месте Я так дыхание тоже затаиваю Ну что, я думаю, пока Сергей Харитонов Так устроен в вашу фотосессию Я хочу поговорить с администраторами Чтобы они рассказали, как это все происходит Как можно попасть в клуб РОД И тренироваться Да, Сергей Своего разрешения Я извиняюсь Мы снимаем оборудование Да, я думаю Кто у нас сегодня будет все рассказывать Представься Одевай Одевай Вы вчера уже это слышали Я хочу для тех, кто сегодня включил экраны И смотрит эту нашу трансляцию тренировок в клубе РОД Как попасть сюда Вот что надо сделать, чтобы прийти и заниматься Вот такой великолепный клуб Всем привет, меня зовут Стас Чтобы прийти и заниматься в нашем клубе Нужно пройти небольшое собеседование с администраторами При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность вообще любую С фотографией Затем администратор спрашивает у него Чем занимался, не занимался Уже определенные вопросы присутствуют у вас Чисто как психологи Вы уже общаетесь И спорите Смотрим на его структуру тела А справку о состоянии здоровья Можно показывать или нет? Мы там на свое осмотрение Смотрим, что это все не так Нужно обязательно предъявить справку Увидели обстановку, что что-то не так Ты говоришь, принеси справку Если видишь, что он нормальный, адекватный человек Может приходить Совершенно верно Потом спрашиваю Разряд есть Чем вообще занимался Если более такой же На любительском уровне Или более профессиональном Там КМС, мастера Его уже Распределяют в сборную клуба Это уже определяет Бигпост, да? Да Вот Ну отлично Мы это услышали Я хочу узнать Значит И такой великолепный уголок у нас Я думаю все это сейчас Снимут на видео И покажут нам Здесь продается продукция Разных фирм Перчатки Как мы видим Майки, шорты Можно сказать Есть все Для того, чтобы заниматься Расскажи, пожалуйста О данных фирмах и о вещах Так Мы начнем с рашгардов Рашгардов Рашгарды вообще делятся на два вида С длинным рукавом С коротким рукавом Вот Тоже Да, ты вкратце говори Разные фирмы Тоже Ванштаун, Вену Хоебус и так далее Пошло Ну рашгард вообще Для грэпплинга нужен Да В первую очередь Для грэпплинга Сохраняет Держит температуру тела Вот Удобный очень Отличается от футболки тем, что не задирается А постоянно на теле Рассказывай Вот Также у нас есть шорты Разных фирм Вену Хоебусы Тоже самое Что тут у нас еще есть Земля О, разных фирм Вот Шорты Тоже есть определенных размеров Как короткие Так и длинные Короткие Подходят Для тайского бокса Подлиннее Там можно ММА заниматься Можно ММА Да, это все ясно Мы видим и щитки Различных размеров Различных фирм Я думаю Тоже самое Кто как По своему вкусу Ну скажи нам, пожалуйста Я видел холодильник Тут и Там у нас Батончики питательные Мы видим воду Березовый сок Даже я вижу Да, вода у нас в ассортименте Вообще разная Эль-карнитин Энергетики всякие Обычная вода Также батончики У нас присутствуют С креатином Эль-карнитином Эль-карнитином Ну это для того, чтобы все-таки Восстанавливаться Да Или после тренировки Ну лучше всего После тренировки После тренировки После того, как ты отдал уже Все силы Да Восстановить Спасибо тебе огромное Я думаю Все прекрасно видят Что нет никакой сложности Попасть в клуб роты И тренироваться Да, приходят вообще все желающие Да Ну я оставим Своего разрешения Уже забираю у тебя Микрофон И перехожу Вот я вижу У нас сидят девушки После тренировок Я бы хотел пообщаться с ними Если возможно Я пообщаюсь с вами Если Да Если не сложно Представьтесь мне Пожалуйста И вообще Чем вы здесь занимаетесь Меня зовут Марина И я хожу в клуб рот Уже третий Четвертый месяц И занимаюсь Преимущественно кроссфитом Кроссфит Это такой момент Что я как понял Всем девушкам нужен Конечно Он нужен не только девушкам Но и мужчинам Какие все-таки Преимущества кроссфита Как ты почувствовал ты Нежные отрудения Кроссфит в том Что у него очень высокая эффективность И благодаря этому Очень быстро Тело Превращается в ту Приобретает ту нужную Консистенцию Которая в принципе Должна быть То есть мало того Что уходит вес Так еще и из количества Тело Ну из количества Получается качество Что можно сказать О тренерском составе Вообще На твой взгляд Только честно Какие плюсы Какие минусы Я думаю Минусы вряд ли Да Ну вообще Что они дают Дело я не только Ну хожу не только в рот До этого У меня был определенный опыт И я могу сказать Что тренерский состав Клуба рот Он один из самых лучших Ну точнее самый лучший И Павел Это наш тренер по кроссфиту И также по грэплингу Он является На мой взгляд Потрясающим тренером Он очень тактичный Он всегда объясняет Во всех Да Мы видели Как он тренирует детей Вчера Как тренирует взрослых Да Он абсолютно универсальный тренер И для детей И для взрослых Очень терпеливый На мой взгляд Это очень важное качество Для тренера И я в принципе Абсолютно довольна Он всегда подскажет Почему только кроссфит Почему только кроссфит Тут же есть и тайский фокс И грэплинг Я говорю преимущественно кроссфитом А еще другие виды Ходила я еще на миксфайт На миксфайт Да Но к сожалению Конечно Подраться в ринге где-нибудь охотно Ну вы знаете Агрессия иногда бывает такая Что хочется и подраться Хочется и подраться Да да А тут всю мою энергию оставить И прийти домой спокойно И прийти домой Абсолютно спокойно и доброе И не спускать свою агрессию Которой уже нет На своих родных Поэтому всем советую Посещать клуб РОД Отличное место И еще Огромный плюс Нашего Родного клуба Это то что здесь Отличная атмосфера Молодой коллектив Все очень дружелюбные Приветливые И вы приходите сюда С отличным настроением А уходите С еще более великолепным Все Тебе огромное спасибо Я желаю Чтоб ты продолжала заниматься Окрепла Более сильнее Да Приобрела нужную Красивую Ну да Мы всегда будем стремиться К лучшему Идти к высотам Дай Бог здоровья Хорошего настроения И тренировок Спасибо вам огромное Спасибо 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 Субтитры Субтитры Так Кто у нас все таки будет Первый Ну что уважаемые друзья Это еще не все Это только начало Ну что Ну что Вот такие таблетки Очень и очень тяжелые Можно здесь даже Я думаю Да Около ящика Да А это случайно Надо бросать А пол они не рвутся Ну что переходим в зал Тогда может быть Ну давай Потихонечку Я помогу Ничего не Можно отсюда взять Что еще можно взять Охирс Это то же самое Иван Иванов Болгария Да Хороший Не Россия А Болгария Стик Ага Одиннадцать килограмм У меня в руках Да как хочешь И мы потихонечку Переходим В зал У меня недавно была Тренировка по кроссфиту Только закончилась Ага Теперь тренировка с таблетками Резинками Ха-ха-ха Тяжело держать Одиннадцать килограмм А мы сейчас Вон прицепим Куда-нибудь Прицепим Чудо да Чудо мешочек с канатом Что у нас в рюкзаке Резины Канаты Собственно Важна да Работа с резинами Это Должна быть Первостепенная работа Именно с резинами Вообще Суть Когда Иван Иванов Болгарин Создавал систему Тоже самое Болгарские суммы После того как Иван Иванов сразу звучит Либо болгарин Либо Либо наш Рот Вот Вот Это скажем так Иностранный Иван Иванов Да Вся его система была Создана только под одно Именно под систему Борьбы Почему Потому что Он столкнулся с таким моментом Когда работая С системой функционального тренинга Ну и вообще тренировок Когда бойцы приходили Приходили три раза в неделю И занимались там по полтора часа Да Соответственно Растрачивать время на физподготовку Обычную На выполнение там приседаний И так далее У него не было времени И поэтому Что он сделал Он адаптировал систему Из подготовки По максимально приближенную Именно К движениям Из борьбы Да Чтобы не тратить время А больше Перевести Скажем так Физику в технику Методом Функциональных движений Сейчас я покажу Что из этого Получилось Можно партнерам Сядь в колоннице Ребят Леша давай Наверное Покажешь Я сейчас покажу Только несколько Наверное Моментов Именно Как Обычные резинки Которые Ну вообще Всем доступны Которые Можно легко Приобрести Сейчас Может ты сядешь Сядь Просто захвати Вот так вот Залянки возьми И захвати Окей На фоне рода Сейчас Изобразим Ну да Я думаю Камера Все улавливает Я тоже самому интересно Все это увидеть Да Собственно Что он сделал Да То есть много движений Именно идут в различных плоскостях Да Много плоскостных Приходится в процессе тренировки Задействовать Максимальное количество суставов Да Мышечный групп Что он сделал Когда вы начинаете работать Начинаете Спокойно разминать Каждый сустав Начиная сверху Дальше Переходят вниз Постоянно Именно используя Максимально Опять же не напрягаясь Да Именно Я буду стоять Изначально спокойно И дальше Все это переходит В мобильность То есть он На выдохе Постоян Используя Максимальную Амплитуду То же самое Дальше Работа Идет В различных направлениях Так как Как говорится Тебе хочется Да Какие задачи Тебе нужно Размять Какие мышечные группы Какие суставы Все Делать Да То есть опять же Обычную резину Используй Так как тебе нужно Тебе Что я в это время делаю И он начинает работать Ему приходится Хочу Работать Вот Да Очень интересная Дальше Вещь нам показывают Серединками И смотрим На таблетку Следующая Таблетка Да Как вы сказали Сен-Белла Это наверное сейчас Единственное оборудование Хотя уже Появляются Да Различные моменты Для чего сделано Да Для того чтобы ее Попытаться порвать Разорвать Главный смысл Но это не так легко Она не рвется Нет Если вы порвете Не знаю Можно Миллион получить Не ну Я знаю Людей которые Могут и порвать Вероятно Которые На моих глазах Вот так руками Пальцами Теннисный мяч Нет Возможно Да Но это такие силачи Это рекордсмены рекордов Гиннесса Не все такие Понятное дело Таких можно найти Да Но основная задача Сен-Белла Перевести те же самые Сделать в одном оборудовании Это Медицинбол Потом Ту же самую гирю Гантель И так далее Что происходит Когда тебе все время Нужно им Выполнять Движение Упражнение За счет хвата Да Дальше ты можешь так же работать Рабатывать какие-то ударные движения Максимально Максимально Причем Тебе максимально Пытаться захвата Обратите внимание Это весит 11 кг Так легко делается Каждый раз Тебе можно работать Как ты хочешь В какой амплитуде То же самое Именно связанный на взрыв Покажу Не знаю 11 кг На самом деле Так Тяжковато Та же самая система Баллистики Да Система баллистики Из рывного тренинга Как говорят Как накачать мышцы Как быть сильным Попробуй сделать так Как говорится Вот именно Работать В скоростном силовом режиме Есть такие Замысловатые упражнения Замысловатые упражнения Не каждый сможет сделать К этому надо подойти Будет Да Тебе постоянно Упасть И поцеловать Да Вот Потом каждый раз Именно работа В чем плюс Ты можешь Задействовать Именно Максимальное Количество Постоянно Потому что Говорю В процессе схватки В процессе жизни Ты не знаешь Как тебя могут скрутить Какой суставной угол Ты допустим Придешь Потому что у нас Получается Мы в большинстве случаев Не работаем в той зоне Да В той зоне Травматизма В котором Наш может загнать Допустим Наш соперник Или какая-то Какая-то ситуация Вот Тоже самое Различные упражнения Именно связаны С лэмом То есть ударом Когда мы работаем Именно взрывное Поднимаем Выталкиваем Вверх И работаем вниз Выполняя ударное движение Тоже самое Из боковых Положений Постоянно Работаем Каждый раз на взрыв Это что Если говорить о силе О скорости И так далее Потому что у нас Ааа Любят работать С большими весами Ну когда говорят Пожалуйста Вот Тебе допустим Одиннадцать килограмм Да Пять килограмм Сделаем максимально быстрый Человек Начинается Дикий Он не может уже это сделать Потому что Привыкли работать Как бы на силу Поэтому Здесь применяется Именно такая система Работы Ну как здесь В данном моменте Сан-Вэллом Опять же Посмотрите Он скользит С ним можно Бегать Пролегать Делать Что хочешь Так А что же у нас Вот это Фитстик Фитстик Ааа В принципе Та же система Именно Работает То же самое Можно сказать Для ударки Если мы сейчас Делаем Закрепим Куда-нибудь Леха Опять Мы тебя используем Как живой Пример Вот так вот Да Сейчас мы тебя Закрепим В принципе С тем И то же самое Виза Скользуется Думя руками Если я хочу Допустим Работать на тот же удар Как научить Допустим Человека Движение с ног Потому что В основном Все работают Корпусы Начинают Работать Рукой То же самое Здесь Пол оборота Начинают Движение Через Верхнее движение Постоянно Расскажи Сразу Нашим зрителям Что же В первую очередь Мы нарабатываем И для чего Это может быть Смотрите Если мы представим Наше тело Взять Обученный Бросок Когда мы выполняем Какое-то движение Как нам задать Максимальную скорость Перевести Большую силу В удар Или еще В то или иное Допустим Движение Нужно начинать Если мы посмотрим Начинается С голеностопного сустава Коленного Тазобедренного И дальше За счет Плечевой Боктевой Кистевой сустав То же самое С ударом Начинается Движение С ног Один Движение На ударе И опять же Видите Я делаю резкое дыхание Да Обязательно Все вместе Если я буду делать резко И делать медленный Выдох То понятное дело Буду работать Я думаю в первую очередь И борцам может хорошо И для тех Кто занимается ударной техники И даже для тех Кто косит сено Косит сено Косит сено Косит траву То есть Да Канаты То же самое Здесь есть канаты Но можно не показывать Можно показать Да Конструкция Принципе Простая То же самое Иван Для чего делал То же Давай покажем с тобой Сейчас Резинец Цепанем тебя Вот Как раз Две резинки Это так же Можно с собой взять Куда-нибудь На дачу Или на отдых Можно взять И продолжать Тонироваться Нужно Взять На отдых Не пиво пить Да Конечно А потом можно попить пиво После того как уже Сделал дело Съесть желание Такого человека Но желание не возникнет Давай Ты держишь Так Мы видим канат Соединяем С резинкой Кстати Данную систему Сейчас применяют И Как ни странно Сборная по спортивной Гимнастике Вот Когда приехали Именно как обучить человека Правильному приседу И использовать именно Правильное движение Давай Ну опять же Ты можешь садиться Можешь нет Отходи Садись То же самое У ребят Я смотрю Ребята очень много работают Над мышцами шеи Да Потому что у всех Большинство проблем То же самое Именно работа Мышцами шеи Тут в чем большой плюс Не надо Именно делать упоры Потому что Когда Человек приходит Подготовлен Не подготовлен в любом случае Что он делает Трормирует Звонки Здесь В чем большой плюс Контролируй Как тебе нужно работать И выполняй Максимально функционально Я допустим сел Если мне нужно Допустим сделать Более достаточно Серьезную работу Нагрузку Отпускай руки И дальше начинаю работать Сам берешь дистанцию Которая нужна тебе Я работаю так Как мне нужно Я уже контролирую Если чувствую я устал Я начинаю себе помогать Начинаю себе помогать Работать Дальше начинаю делать Опять же Переводить навык Если мне нужно Опять же Выполнять Какие-то Бросковые движения В сторону Вверх и вниз Но опять же Для чего я это делаю Посмотрите на положение спины Я никаких прогибов не выполняю Все время выполняю В одной прямой Все работает так же Ноги так же Спина работает Конечно Напряжение у нас шеи Вот То же самое Выполнение различных движений Здесь Как тебе нужно В каких направлениях И так далее Плюс еще Если Бывает приходят Тоже ребята Кто не может по канату Допустим собраться Достаточно сложно Давай Один оставим Одну резинку Вот эту вот оставь Ну Сейчас Сейчас Вот И Что мы делаем Работа с канатом Имитируем Тот же самый Вас Как мы делаем Тоже самое Постоянно Работа Постоянно Плоскостях Я говорю Все время В различных плоскостях К сожалению Большинство Нашей работе В тренировочном процессе Да Идет вот Вперед-назад С агитальной плоскости И больше ничего не работает Ну что уважаемые друзья Огромное спасибо Хочется сказать За вот такую демонстрацию Вот таких вещей Для CrossFit Я хочу еще раз Тебя поблагодарить И сказать Вот где такое можно приобрести И где можно тренироваться Вот такими вещами Ааа Тренироваться можно здесь Вроде Да Вот Нужно сюда приходить А приобрести это можно Фитнес Дивижн Систему Компания Топфан Так что Форм Можете прийти В принципе купить Заказать Но Я думаю можно спросить все здесь Иван все подскажет Иван Иванов наш Ну да Уважаемые друзья Уважаемые О плюсах Так что спортсменов Так что спортсменов Которые сейчас все находятся Тоже всех приглашаю В тот зал Так Артем Всех давай в зал Сейчас мы Александру Поветкину Сделаем наши традиционные Так пошли Так 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 Все очень супер Все очень интересно Благодарю тебя Так представить И хорошо что это сделал ты Не я Ну конечно он Всяк кулик свои болота хвалит А самое интересное Да Я вот Сказал Сергею Харитонову Еще вчера Сергей Ребята с удовольствием С большим Сейчас Смогли бы Так Куда Ребята с тобой Сергей принял предложение Приехал В клуб Плотнее встаньте Плотнее Плотнее Один ряд К другому Что там Что там Так Ты что хочешь как сирота Так Сейчас дам по врагам Плотнее встать Саша Поверьте Саша Поверьте Саша Поверьте Саша Поверьте Прекратить Прекратить Трансляцию Поблагодарить Зрителей Поблагодарить Спортсменов Да Еще раз Благодарим Все в клуб Вот такая у нас Дружная семья Вот такие у нас Друзья Все у нас Друзья Всех благодарю А завтра Болеем за Поветкина Держим кулаки За Сашу Поветкина Все Всех благодарю